«Свидетели первых мгновений нападения боевиков на Адру до сих пор не могут прийти в себя. Люди бежали в ужасе и страхе, и они никогда не забудут отчаяние тех, кто остался в городе. Связь с жителями Адры, находящейся под контролем бандитов, затруднена. Но поступают сообщения о продолжении массовой резни. Людей жестоко убивают и сжигают заживо. И эти новости приводят в ужас тех, чьи семьи остались в городе». «Все госслужащие должны были быть уничтожены независимо от того, к какой религии они принадлежали. Всех их обрекли на смерть. Среди них были и люди, которые не поддерживали ни оппозицию, ни правительство. Тем не менее, и их пытали, убивали и использовали в качестве живого щита». «То, что происходит в Адре, немыслимо. Детей жестоко убивают и выбрасывают из окон. При этом никто ничего не делает». «Сирийские власти и правозащитные организации говорят, что у них есть доказательства преступлений боевиков в Адре, Сададе и пригородах Латакии и во многих других районах, находящихся под контролем вооруженной оппозиции. Ситуация в Сирии стала критической. Уже не действуют никакие международные правовые нормы, в том числе касающиеся введения войны». «Адра – индустриальный город. Его жители работают как в частном, так и в государственном секторе. Там были совершены страшные преступления. Дома сжигали вместе с находящимися в них людьми». «Сирийская армия, которая находится на подступах к городу, стремится спасти как можно больше мирных жителей, и это замедляет ход боевых действий. Военные продолжают точечные операции против боевиков, пытаясь освободить Адру. И это сейчас единственная надежда для тех, кто ждёт новостей о своих близких, оставшихся в городе».